В версии 5.3.0 было добавлено два новых мифических оружия, а одно из них выжигает боссов за пару секунд. Вот эти оружки мы сегодня и рассмотрим, ну и попытаемся раскачать. На связи Алекс, подпишись чтобы не потеряться, поехали! Начнем с лазерного копья, которое я конечно же вкачал до упора. Это оружие стреляет лазерным лучом, который наносит 7 урона, а спустя 2-3 секунды стрельбы, оружие заряжается и выпускает огромный луч на пару секунд, который наносит уже 12 урона, а также при крите наносит разряд молнии. Полезные бонусы вот такие. А вот статы оружия. Замеряю урон на первой, второй и третьей ульте рыцаря, в течении 5 секунд. Видно, что первая и вторая ульта, они плюс-минус одинаковы, хотя все зависит от того крита нет или нет. Но третья ульта самая унылая. Как изначально показалось, но если добавить к ней одну кисточку, то все становится в разы веселей. При том, что если взять кисть на первую ульту или вторую, она ощутимого эффекта не дает. А с третьей ультой, само собой дает. Так что берем третью ульту. Берем копье и две кисти. Вот такие бонусы. Важные я конечно же помечаю. Нюхаем статую берсерка и в бой. Король снеговиков понял, что он теперь не король. Пасхальный кролик понял, что он теперь не кролик. Бонусик. Статуя старперди развалилась от удара копьем. Зулан, всадник, спиртяга, слизич. Хороший бонус для моего стихийного эффекта от ульты. Еще один зулан. Два дракоши это сила, думали они, но ошибались. А вот пират, он получается тягомотным на этом оружии. Но ничего, я уже и так понял, что рекорда по времени тут и близко не будет. Так что варкалин и конец забега. Почти 5 минут, ну ладно. Тут даже если получится еще что-то как-то раскачать, то все равно будет время не 3 минуты 30 секунд. Хотя вдруг найдется такой способ. Забеги на других ультах рыцаря смысла нет делать, они почти такие же. Кстати, есть бах с этим посохом, который очень сильно разгоняет это копье. Но это всего лишь бах, и речь о нем будет в следующих роликах, наверное. Если его не пофиксят. Но это не точно. Переходим к оружию под названием танец бабочки. Или же в дальнейшем танец бабушки. Нихуя! Это мифический посох, который стреляет бабочками. Которые наносят 4 урона. После некого количества атак, посох начинает стрелять в 2 раза быстрее. На следующие 30 атак. Прям заряжается как копье. Вот его статы. А вот полезные бонусы. Как-то не густо, конечно. Но это еще не значит, что это плохой посох. Единственное, что обидно, так это то, что бабочки не наносят стихийный урон. Вот было бы круто. Но ладно. Я, конечно же, начинаю делать замеры на первой и второй ульте берсерка. Я возьму посох и трубу, чтобы общий счет урона не обнулился случайно. Вторая ульта показывает почти 700 урона. А первая тоже плюс-минус так же. Интересно получается, конечно. Давайте возьмем рыцаря, посох и одну трубу. Я не буду брать два посоха, так как тогда получится еще хуже, чем с трубой. Первая ульта показывает результаты примерно как у рыцаря. Вторая и третья в разы хуже. Получается, можно рискнуть и взять рыцаря с первой, либо же берсерка с первой или второй. Я, конечно же, беру берсерка со второй ультой. Посох и две трубы. Вот все бонусы. А полезные вот. Ну и колечко еще неплохое. Под него вот эти вот бонусы. Лизнул статую берсерка и прыгаю в дырку убойного боссраша. Дурман даже не успел расцвести. Просто рой бабочек сожрал эту амброзию. Гоблин священник пожалел, что взял посох в руки. Золотая маска, наверное, уже начала привыкать получать без смазки. Увы. Зулан, король, ледяной червь вздох вне экрана. И визжал как гикий хаван. А за вот это вот, конечно, спасибо игре. Я ставлю ей лайк. Как и вы, видосу. Я надеюсь. У ферзя аллергия на пыльцу бабочек. Спиртяга. Просто был хорошим парнем. Пират. Хоть и не быстро, но было веселее, чем с копьем. НЛО, анубис и подземный селитер. Забег закончен. А время-то очень неплохое. Честно сказать, я не ожидал такого от бабочек. Да, я на них надеялся. Но такого я не ожидал. А знаете, почему я так радуюсь? Потому что есть еще круче способ раскачать бабушку. Поехали. Я беру бабушку, посох иллюзии и рог. Суть в том, что я буду создавать клонов. И у каждого из них в руках будет один рог. Плюс мой один. Получается, три рога ускорят меня до состояния флэша. Но главное запомни. У клона в руках будет твое второе оружие в слоте. Так что перед тем, как идти в бой, сначала проверь. Правильное ли оружие у клоуна в руках. Нюхаю статую берсерка. Смотрю на бафы. Вот эти хорошенькие. Ну а эти опять-таки под кольцо. Залетаю в дырку, рвать в дырки боссов. Создаю братишек и забегаю в комнату с ходячим трупом. Золотой краб-гигант. Ну, вы поняли. Отличный бонус. Зуланыч, мы тебя помним с непорванной жопой. Конечно же. Энд. Ох. Великий темный рыцарь выбрал сторону добра. Не понимаю, на что он надеялся. Король Иваныч, Зуланыч, Варкалиныч, Пиратыч. Вот сейчас с пиратом было весело. Особенно пирату. Забег закончен. С каким временем? 3.23? Что? У зажигалки время похуже будет. У нее было 3.29. Офигеть. Нет, я конечно понимаю, что если попробовать еще побегать с зажигалкой, то наверное будет лучше, чем у бабушки. Но это первое оружие, которое вынесло боссов в убойке быстрее, чем зажигалка. Офигеть. Знаете, что меня еще смущает? Так это то, как я бегал с этими же клонами. С такими же стартовыми бонусами. Но время было 3.51. А тут время кардинально отличается. Я попытался понять, какие полезные бонусы отличались в этих забегах. И пришел к выводу, что это бонус на повышение точности удара и крит урона. Он что ли так сильно влияет? Конечно вряд ли. Может быть это я как-то получше орудовал оружием и подходил ближе к боссам? Не понимаю. Ладно, резюмируем. В общем получается, что первая мифичка, что вторая они в принципе неплохие. Но вторая конечно рвет очень дико. Я после первого забега с двумя рогами. Не думал, что время будет настолько хорошее. Но берсерк сделал что мог и показал нам то оружие, которое может ответить самой зажигалке. Хотя вы можете попробовать того же рыцаря с первой ультой. На нем я думаю будет не сильно хуже. Хорошие бабочки, однако. Хотел бы поблагодарить людей, которые поддерживают канал Копейкой. А особенно подписчиков Бусти. Вы конечно молодцы. Ссылка на Бусти страничку вот или же в закрепленном комментарии. Ну и в описании само собой. Спасибо всем за просмотр. Встретимся в будущем. Чао, пока.